Елена, тогда вы расскажите, пожалуйста, в чем проблема, с которой вы столкнулись, и она привлекает все большее внимание уже не только жителей вашего района, но и москвичей в целом. Началось с того, что нам работники метростроя сообщили, что готовится проект дополнительной линии метро между двумя близкоидущими по юго-западу. Здесь, если вы знаете, красные и оранжевые ветки, до них от одной до другой можно в каких-то местах даже пешком дойти. И мы так поняли, что у них есть профессиональные возражения против этого проекта и трассировки. Стали изучать документы и стали приходить во все большее изумление, потому что проект абсолютно не обоснован. И самое главное, чем больше мы изучали документы, тем больше обнаруживалось на всех стадиях планирования, подготовки, проектирования, организации финансирования и так далее. На всех этапах идут грубейшие нарушения закона. То есть, попросту говоря, предусмотренные законом процедуры подготовки, технических и инженерных изысканий, согласований, экспертиз, что самое главное, все игнорируются. Мы, естественно, начали писать письма. Я хочу уточнить, это ведь история летом все начала заворачиваться. Это началось, значит, первые предупреждения были еще в 18-м году. Соответственно, интенсивная переписка была в течение всего 19-го года. Более того, мы... Нет, подождите, где-то года полтора в общей сложности. В общем, было так, что сначала мы писали просто запросы, пытаясь понять, мы писали свои возражения. Более того, весной 19-го года были публичные слушания. На них более 20 тысяч человек высказались против этого праздника. Есть заключение на свечу? У нас дело в том, что в строительной отрасли создана такая ситуация, что специалисты, эксперты не могут официально и открыто высказываться, потому что они лишатся работы, но тем не менее в индивидуальных консультациях они дают нам развернутые комментарии. И такого материала у нас достаточно много. Кроме того, у нас достаточно специалистов, которые читают чертежи. Все-таки какие-то чертежи, связанные с проектом планировки, существуют. Известно, что станции строятся открытым способом, это уже на профессиональном языке означает, что линия считается не глубокого заложения. Я говорю только потому, что здесь пропагандистская линия, что метро на самом деле глубокое, ничему не повредит. А вот я уже сказала, что граждане с участием специалистов обнаружили, что все процедуры подготовки строительства нарушены. Они с нарушением всех градостроительных норм сейчас распространяются. Я бы сказала, процедур самое главное. Именно процедур, да? Именно процедур, потому что сначала должны быть изыскания. Изыскания проводятся только сейчас, как бы уже задним числом. И мы видим, что они тоже проводятся с нарушениями. То есть это подгонка задачкой под ответ. А дальше, значит, мы видим, что не было экспертиза. И сейчас, например, нет экспертиз, не готовят экспертизы или еще нет проектной документации. А работы, допустим, подготовителей на местности уже начаты. Уже начались. Они выделили бюджетные средства в отсутствие положенного по закону публичного аудита. Выделение средств на проект, который еще не утвержден. Значит, торги проводятся в отсутствие проектной смертной документации. Это вообще катастрофа, это нонсенс. То есть просто принято решение волевое продавить это? Значит, нет. И это не главная интрига. Когда мы обнаружили эту картину тотального несоблюдения всего, то есть вообще всего градостроительного процесса, как он отражен в праве и в профессиональных правилах. А понимаете, это те самые правила, которые написаны кровью. Потому что это требование не для того, чтобы удлинить процесс строительства, а для того, чтобы оно было эффективным и безопасным. Сделать безопасным для людей, конечно. Наши граждане стали изучать ситуацию шире и обнаружили, что метро действительно строится на Абум. Сейчас при Хуснулине заведен такой порядок. То есть все оформляется задним числом, а в землю зарываются по проектам, кое-как наспех прикинутым на коленки. И специалисты это, в принципе, подтверждают. Это приводит к каким-то инцидентам, как нам рассказывали, где-то утопили проходщицкий щит. Потому что не было должного знания обстановки. Рыли почти что на Абум. Есть множество случаев, когда подобное строительство привело к катастрофам и авариям. Ну, например, вот Алабяно-Балтуйский тоннель. Многие знают, что там техногенная катастрофа, и что там дома разрушаются в зоне строительства. И речь идет о расселении и сносе великолепных, сталинских, престижных, комфортных домов. У нас вот такие же точно дома. Дома Академии наук и прочие. Вот они оказались в эпицентре готовящейся к катастрофе. Понятно, люди с этим не могут смириться. Мы обнаружили, что, во-первых, этот процесс действительно опасен. Он приводит к авариям. Во-вторых, этот же подход реализуется сейчас всюду. При строительстве магистралей, мостов и других ответственных сооружений. То есть, когда все строится непонятно как, на ходу, на бегу, в истерической поспешности, и оформляется все. И финансовые дела, и строительство. Все оформляется задним числом. Это опасно для всего города, во-первых. Во-вторых, естественно, ни о каком учете интересов населения и прав населения. При этом не идет речь. То есть, это вообще не берется в расчет. Они строят как будто в чистом поле, где вообще никто не живет. Вот это последнее, самое главное, самое вотмутительное. Поэтому мы уже начали, вот, скажем, наши инициативные группы начали переговоры с другими местами Москвы, где идут протесты аналогичные против юго-восточной хорды, визны Рокады. Вот мы видим общность проблем с групп, которые защищают Лосиный остров. Там тоже на обум ведется дорога без учета ситуации и так далее. Я думаю, что таких мест по Москве найдется множество. То есть, практически везде, где стройкомплекс ведет сейчас лихорадочное строительство. За этим стоит политика Хуснулина, который просто волевым своим решением, я бы сказала, бандитским и криминальным решением, вот, повелел, что строить надо быстро, а формальности все не соблюдают. То есть, вот, он ушел в правительство, но эта линия по-прежнему реализуется. Во-первых, его заместители, которые реализуют его политику, остались на постах. Например, Дегтярев, это департамент строительства. И, кроме того, тот же Хуснулин вот эту политику теперь намерен реализовать. Распространить на всю страну. То есть, опасность нависла над всеми городами. То есть, если мы резюмируем, то речь идет о том, что вот сейчас, на примере Гагаринского района... Это не только Гагаринский, наиболее затронутые три района. Это Гагаринский, Академический и Ломоносовский. Вот отрабатывается политика тотального игнорирования общественных интересов. Совершенно верно. Это политика, собственно, захвата жизненной территории. То есть, земля и все, что с ней связано, это самый ценный ресурс, который есть в стране. И он невосполнимый ресурс. Это исправить нельзя потом, практически нельзя. Значит, вот сейчас просто чиновники действуют по принципу, что охраняют и имеют. То есть, они должны были бы охранять наши интересы, но вместо этого они нас грабят. Значит, что можно делать? Здесь драма в том, что граждане у нас являются высоко сознательными. Они настаивают на соблюдении закона, сами хотят соблюдать закон. И сейчас у нас гражданское общество, растущее, поменялось традиционными ролями к государству. Обычно государство является сдерживающей силой, которая настаивает на соблюдении закона. А граждане – это некая масса, которую нужно в рамки ставить. Обрамлять. Да, у нас все наоборот. То есть, у нас граждане являются организованной силой, которая говорит «соблюдай закон». То есть, у нас сейчас люди лучше власти. Да. В принципе, в России так всегда было. У нас граждане живут в 21 веке и говорят «хотим жить по закону». А государство говорит «что хочу, то и делаю». То есть, оно осталось где-то там в 12 веке в режиме кормления. Что вот мы получили территорию, что хотим, то и воротим. Но мы, если мы обратимся к истории, вспомним тот самый 12 век, то там все-таки было ограничение. Делай, что хочешь, но чтобы людишко не бунтовали. Поэтому наши граждане в роли тех самых людишек из 12 века разводят руками и говорят «от нас хотят бунта». То есть, ничего не оставляют. Да. Другого способа реагировали. И это очень такой драматический сейчас переход в сознание, потому что люди ищут, ну вот не хотят они в 12 век, они не хотят в дикость, они не хотят в средневековье. Они хотят все-таки, чтобы было все по закону. Значит, идет поиск, идет поиск таких форм, чтобы вот оставаться людьми 21 века, действующих по закону. Оставаться, да, в рамках цивилизации. Да, да, не опускаться на уровень, понимаете, наши граждане не хотят опускаться на уровень средневекового государства. Да, вот этого коллективного бандита. Не хотят. Вот, значит, здесь на фотографии видно вот такая вот акция, когда большая-большая масса людей медленно и спокойно движется по нерегулируемому пешеходному переходу. Это в районе метро Академический, по-моему. Это улица Дмитрия Ульянова, недалеко от Прикрестка с Ленинским проспектом, на территории Гагаринского района. Вот здесь сзади дом Академии наук, который в самом ужасном положении, то есть под ним предлагается поворот линии метро, то есть это с большой гарантией разрушения дома. А, да, Ахуснулин говорит, а мы вас переселим. Видно, что это участники одной акции, потому что они все в медицинских масках. Я думаю, что народное творчество пойдет дальше. Вот в этом же доме очень много баннеров в окнах против проекта метро. Изнутри встаем окне, гражданин может вывешивать все, что угодно. То есть людям что остается делать? Во-первых, мы имеем правовую позицию. Это важно. Что вот наша позиция основана на том, что необходимо соблюдение конституционных прав на благоприятную среду, на собственность, потому что люди могут лишиться своей собственности в результате такой политики, и на право на участие в принятии решений. Скажите, а можно обратиться в прокуратуру? Уже обращались. И обращались. Понимаете? И я еще раз говорю. Во все инстанции надзорные, контролирующие обращались многократно. И видим, что они не работают. Анализируется возможность обратиться в суд. Мы проверили судебную статистику, выислили 90 процессов, когда граждане выступали против правительства Москвы. Все иски отклонены, кроме какого-то одного по незначительному вопросу. Это московские суды. Да, московские суды демонстрируют тотальную зависимость от правительства Москвы. В том случае, если иск против правительства Москвы, то документы просто не приобщаются к делу. Иск отклоняется автоматически. Поэтому суды тоже недоступны. Значит, вот я еще раз говорю, что у нас правительство демонстрирует, что они реагируют только на массовость и интенсивность длительных протестов. Да, это правда. Поэтому здесь важен третий момент. Это гласность и информация. Вот, это вот с вашего позволения. Давайте мы тогда обратимся ко всем, кто нас сейчас слышит и видит. Вас особенно. Вы здесь лидер общественного мнения, без преувеличения. Я знаю себя в районе. Давайте мы попросим всех, кто нас видит и слышит. Постарайтесь переделать этой информацией, что называется ноги. Чем больше людей об этом будут знать, чем будет больше перепостов, тем больше будет публичность. Публичность – одно из немногих средств борьбы. И имейте, пожалуйста, в виду, все, кто нас сейчас смотрит и видит, а Елена об этом сказала ясно, это очень скоро превратится в проблему для всех городов, особенно крупных городов Российской Федерации. Вот то, что вы сейчас наблюдаете в Москве, не думайте, что это дело только москвичей. Это сейчас начнет превращаться в поистине общенациональную проблему. Поэтому, пожалуйста, поучаствуйте в этом деле, в деле сопротивления беззаконию, всеми доступными средствами. Да, значит, я могу сказать, что форм выражения своего мирного и законного протеста очень много. Любыми способами, особенно в эпоху распространения интернета, можно любыми способами. Можно сфотографироваться с плакатом, рассказать о том, что вы подписали петицию у себя в социальных сетях. Можно просто рассказывать людям в доме, на работе, родственникам рассказывать, что есть эта проблема. Если вы рассказали сотни человек, один из сотни, это нормально, не пугайтесь, один из сотни начнет организованную деятельность, начнет... Это здоровое соотношение. Да, 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 да. Не думайте, что если вы поговорили с несколькими десятками людей, и люди сказали, что это ужасно, но я ничего не буду делать, не значит, что это все бесполезно. Во-первых, люди пересказывают дальше, и это доходит до тех людей, которые являются лидерами по натуре и способны организовывать других. Так что рассказывайте, рассказывайте, и еще раз рассказывайте. Это не проблема сытого и богатого Юго-Запада Москвы. Наша заслуга заключается в том, что мы вскрыли сам механизм строительства без документов, без экспертизы, разрешения и согласований. Этот механизм просто физически опасен. И нужно рассказывать, главное, что это, по сути, большое преступление, системное преступление организованной группы. И у этого преступления есть фамилии, имена и отчества. Бенефициары, да, естественно. Их надо называть, их надо называть. Давайте все вместе это делать, чтобы люди боялись участвовать, чтобы чиновники боялись участвовать в таких вещах. Да, чтобы они знали, что у них очень велик риск оказаться соучастниками. Они соучастники, и они, ну, как бы, нет такого чиновника, которого бы не подсиживал другого чиновника. Поэтому посадить могут любого, от прораба, чьи работы мы останавливаем. Мы сейчас останавливаем подготовительные работы на местности, мы проводим общественную инспекцию, я об этом забыла сказать. И посадить могут любого, от прораба до министра. Поэтому нужно относиться к этому серьезно. А вы в состоянии передать гласности имена, фамилии, отчества тех людей, которые несут за это ответственность? Вот помимо, там, названного Хуснулина, то есть этот список, скорбный список имеется. Скорбный список имеется, да. Хорошо. И скажите, что могли бы сделать, скажем, депутаты Мосгордумы? Там же есть люди, которые мы можем обратить. Значит, смотрите, мы уже, конечно, рассматривали эту ситуацию в Мосгордуме. Был круглый столб при комиссии по градостроительству, на которой руководители стройкомплекса Москвы, руководители строительных департаментов и Москомархитектуры заверяли, что проект не утвержден и не будет утвержден, пока недовольство граждан, вопросы граждан не будут сняты и урегулированы. Они, в общем-то, нас обманули, потому что пообещали, что рабочая группа будет собираться в декабре и разбирать ее претензии, устранять проблемы. А, значит, этого не было сделано. И далее мы потом задним числом узнали, что проект планировки, то есть землеотвод, тоже с нарушениями, но, значит, подписан, постановление проекта Москвы подписано. Поэтому сейчас, вот мы, например, выступаем, вот у меня тут пачек подписанных листов, это, естественно, не все, это просто то, что мне привезли только что. Вот там мы настаиваем на отмене этого постановления, потому что оно противоречит и Генеральному плану, и другим постановлением проекта Москвы, и Градостроительному кодексу Москвы. Вот, то есть там нарушения продолжаются. Значит, депутаты Мосгордумы могут настоять, во-первых, на том, чтобы эта ситуация разбиралась, чтобы отменялись все постановления и распоряжения, и другие нормативные акты, чтобы была конфликтная комиссия, которая бы находила решение. — Приемлемо для всех путешественников. — Да, да. Значит, там, в принципе, кроме идей отмены этой ветки как совершенно лишней, дело в том, что инициирована она строительными компаниями, которые планируют еще только застраивать новую Москву. Им показалось, что это увеличит, что-то сказать, продаваемость. — Привлекательность. — Да, да, да. На самом деле это очень непрофессиональное решение, потому что во всем мире, если даже требуется вывоз в больших массах, то есть, пример, это решается другими способами. Вот теми самыми скоростными наземными электричками, в общем, это отдельная тема. Вот. И кроме того, мы подвергаем сомнению, саму идею поселения полутора миллионов человек вот в той области Новой Москвы без работы и без социальной инфраструктуры. И это специалисты тоже говорят, что это плохое решение. — Ну, это вообще катастрофа для города. — Это не нужно городу и не нужно стране. Это вредно и для других городов России, которые обескровлены и лишаются вообще малейших шансов на развитие. Понимаете? В конце концов, даже если здесь центральная какая-то агломерация, куда люди стремятся, но это делается через города-спутники, в которых есть все необходимое для жизни, включая рабочие места. И здесь же ничего подобного нет. Это будет кризис для всех, когда люди бросят насильные места, приедут сюда, как бы в столицу, а делать-то тут нечего. — То есть, в конечном счете мы упираемся в проблему стратегии развития города, которая отсутствует. — Мы упираемся, простите меня, в стратегию развития страны, которой нет. — Я согласен. — Ну, давайте мы пока в рамках российской столицы останемся. — Конечно, это идея «хватай», «хватай мешки вокзала» ходит, да, потому что они как будто чувствуют, что все кончается. — Что последний час, да, да, как перед гибелью последний день Пампеи. — Да, 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 именно последний день Пампеи. — Я согласен с вами. — «Хватай землю и скорее на ней что-то строят». — Да, скорее осваивай, да. — И они делают это не там, где нужно в стране, а там, где нужно им самим. — А страна-то идет при этом к катастрофе. — Абсолютно с вами согласен. То есть вот вы сейчас один из рубежей обороны. — Да. — Вы защищаете интересы общества и здравого смысла, что очень важно. — Действительно, у нас здесь самое активное образованное население, мы вскрываем вот этот административно-правовой механизм преступления, мы обращаем на него внимание всей страны, говоримся, так жить нельзя. И наступил момент, когда нужно переходить от юридических средств, которые не работают, когда мы имеем дело с бандитами, к политическим, то есть самоорганизациям. — Гражданским, по крайней мере, да? — Да, гражданским. — Любая гражданская активность в России — это уже политическая ситуация. — Именно. Дело в том, что у нас многие граждане сейчас говорят, что мы защищаем свои права, но не занимаемся политикой. К сожалению, это перестает быть правдой, это перестает быть корректным высказыванием, поскольку речь идет о смене градостроительной политики и вообще переход от тотального игнорирования прав к их соблюдению — это тоже политический поворот. Мы требуем такого политического поворота — это политическое требование. Оно не социальное, оно не какое-то прагматическое, и это не локальные проблемы везде. — Это вот именно общенациональное согласие. — Да. Значит, поэтому нужно организовываться с другими, показывать, что вот я протестую не один, а вместе с семьей, с соседями, с коллегами по работе, с друзьями, и показывать, публично каким-то образом проявлять тот факт, что я против. И сейчас это делать очень просто, потому что есть электронные приемные в тех министерствах ведомств. Можно писать от себя, можно подписывать петиции, можно фотографироваться с плакатом, можно делать много чего, и наступил момент, когда пора это делать. — И я думаю, что мы должны добавить, что вообще-то в России есть опыт успешной борьбы за свои права. — А, у нас есть опыт? — У вас, да. — Вы как раз один из очень удачных примеров. — Мы как-то пытались считать, сколько мы остановили вот таких вот нелепых и ненужных проектов, получилось более 20 только в одном отдельно взятом районе. А ведь сколько их еще по Москве и в целом по стране. Так что, да, и множество, на самом деле, побед, о которых просто никто не знает, потому что люди не привлекали должного внимания и средств массовой информации. — И вот давайте, если вы не против, мы на этом тогда поставим... — Нет, не точку, а точек, потому что мы к этому еще вернемся. Мы еще раз всех призовем придать вот эту историю максимальной гласности и включиться. В той мере, в которую вы все, кто нас сейчас видит, способен включиться в эту борьбу. Потому что это борьба за базовые гражданские права уже всех, кто живет в Российской Федерации. Не только вот здесь, в двух-трех районах Москвы, а вообще живут в российской столице и в целом в Российской Федерации. И это очень важно, нам очень важно иметь историю успеха. Вот масштаб, и потом эту историю успеха масштабировать. — Да, сейчас мы будем объединяться со всеми районами в Москве, и я думаю, что мы должны объединяться с аналогичными движениями по всей стране. — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!